Как рисовать губы, как нарисовать губы поэтапно. Привет, я Дарья Позняк и сегодня мы будем рисовать губы с окружением. Я сделала уже подготовительный референс, разбила здесь по плоскостям и сейчас буду рисовать акварелью одним цветом гризаль. Бумагу я мочить не стала, приклеиваю ее, чтобы она не двигалась. Буду подмачивать только кусок, который я буду заливать. Сразу, наверное, я залью большие плоскости. Я вам уже говорила, что я люблю начинать с больших плоскостей. Заливаешь большую плоскость, сразу как бы или кусок фона большой и работать сразу становится легче. Потому что к белой бумаге рисовать сложно. А если есть уже какая-то большая теневая площадка тональная, работать уже будет легче. А я рисую все-таки сегодня конструктивно. Вы видите, что опять конструктивный достаточно рисунок. Хочу разобраться с этой формой и показать вам, как я это изображаю. Рисую симметриями. Хоть здесь ракурс 3 четверти и задняя вот эта половинка плохо видна, все равно я на ней ищу такую же форму. Хоть она и в ракурсе от нас отвернута, она туда уходит, загибается, я все равно ее стараюсь нарисовать здесь. То есть рисовать буду симметриями. Сразу же залью подбородок. Сильно темным делать не буду. Так, и так как я вот тут немножко вырезала, да и в принципе вообще, я здесь сделаю сразу же кусочек фона. подложу. Пусть у меня сюда подбородок течет. Хорошо бы, конечно, сразу работать с фоном. То есть все-таки задействовать окружающую среду плохо, работать только делать фрагмент. Лучше делать сразу с окружением. Поэтому я взяла здесь не просто губы, а губы с окружающими элементами лица. Так, давайте теперь сделаем низ носа, закроем не темным тоном, довольно светлым тоном, но закроем здесь все. Потому что свет у нас в любом случае идет сверху. Поэтому вся площадка носа здесь будет в тени. Если вы еще не смотрели мои видео про нос, три видео про нос уже выложены на канал, сейчас здесь появится ссылочка, вы по ней можете перейти, посмотреть, или после видео перейти, посмотреть. Видео, где я подробненько рассказываю, как рисовать носы. Так, у меня будет свет сверху и немножко слева. Немножко вот отсюда, как я люблю. Поэтому я вот здесь и стала подбородок темнее делать. Он, правда, высох и не очень удачно потек, но не суть. Соответственно, если свет оттуда, значит вот эта вот площадка будет темнее, чем вот эта. Вот здесь идет слон, и сюда, соответственно, будет вложиться тон. Я всегда задаю себе вопрос, откуда у меня свет. И очень часто использую классическое освещение слева сверху. Смотрите, у меня сейчас залиты как бы фона, и сейчас мне хорошо бы посадить пятна теневые по горизонтали. То есть, смотрите, у нас нос вот здесь сверху попадает в свет, потом площадка, и он уходит в тень, вот эта вот горизонтальная поверхность. Потом вот эта поверхность опять световая, а поверхность верхней губы будет в тени, потому что она от нас отвернута. Нижние губы будут опять в свету, и это опять в тени, и это в свету, и это в тени. То есть такая как бы лесенка. И мы сейчас эту лесенку зальем. Значит, верхняя губа будет в тени, это совершенно точно потому что свет идет сверху спокойно совершенно можно губу заливать очень темным заливать не буду и пока моделировать форму губы не буду и как просто заливая вот здесь я сразу немножко разгоню вот сюда так и вот эта площадка под губой она тоже должна быть темно причем она может быть даже темнее чем губы потому что она как бы туда под губы сворачивается немножко на там как бы в глубине в тени находятся мы ее заливаем что теперь можно вот тут у носа усилить какие-то моменты у меня тут в других местах сохнет и И не хочется терять конструкцию, поэтому я все-таки линии показываю. Хорошо, давайте теперь мы усилим губы. Опять я рисую небольшой кисточкой, поменьше возьму. Давайте мы усилим губы, мы положим основной. Тональный акцент и разгоним его смягчим. Я вам уже говорила, что старайтесь не обводить губы по контуру. Старайтесь искать у них их объемы и точки, которые можно обводить. Это средняя линия, уголки, можно на них поставить акценты. Сейчас я тут разгоню быстренько, пока не высохла. Верхние уголки, но вот эти линии прошу вас не видеть, и вот эти линии не видеть. Ищите все-таки, ищите объемы. Ищите объемы, старайтесь губы сделать из объемов. Так, достаточно, наверное. Теперь, 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 теперь. Теперь мне нужно мягко сделать тон вот этой нижней губы. Смотрите, я вот здесь показывала, что идет слом, как бы, вот горизонтальной поверхности. Она начинает ломаться вертикально, поверхность нижней губы. Надо сделать его как-то мягенько. Но при этом показать. Ну, как-то так. Хочется мне все-таки поштриховать тут немножко. Я понимаю, что это акварель, но очень хочется. Потому что, когда мы кладем штрих или какую-то направляющую, начинает сразу глаз считывать, как форма загибается, как она, вот, ракурс, откуда мы на нее смотрим. Становится сразу понятно, как ведет себя форма. Поэтому мне хочется поштриховать, и я поштрихую. Могу попробовать этот штрих немножечко смягчить. Увести его в пятно частично. Так как у нас конструктивный рисунок, это можно делать. Конечно, когда будем делать уже прям готовую чистенькую работу, нужно будет мазочками как-то это выкладывать, чтобы помягче-то все было. Но пока можно. Я хочу показать вот эту форму, немножко усилить вот эти вот объемы. Вот этот вот, вот этот весь объем под губами. Хочу его усилить, поэтому ставлю у него по уголочкам такие акценты тональные. Хорошо, сейчас усилю подбородок вот в этом месте, что плоскость переходит, что боковая плоскость переходит вот в такую плоскость. Вот этот вот стык, который я вначале делала, но который у меня уплыл из-за влажности. Я его сделаю немножко пожёстче. Так, здесь у нас фон, да, всё правильно. Здесь тоже подбородок будет темнее фона, потому что фон довольно светлый. И так как подбородок здесь передний план, поэтому, в принципе, он может быть довольно активным. Здесь вот хочется что-то темное дать. Пусть это будет какой-то вот свежий мазок. Я могу даже его смягчить. Так, и вот здесь тоже не хватает, так как фон у меня светлый, вот здесь немножко не хватает темного. То есть, видите, вот здесь у меня как бы форма загибается, вот здесь она тоже должна загнуться, акцента не хватает. И я его немножечко смягчаю. Немножко смягчаю. Так, и вот здесь выходит форма другая отсюда же. Здесь тоже нужно проявить. И немножко смягчаю, чтобы не было очень вырезано. И вообще у нас вот это вот, вот это вот всё, это шарик, поэтому свет падает сверху. То есть, вот эти вот я не просто так показала. То есть, вот здесь ложатся полутона. Вот здесь ложится тон, потому что шарик от света здесь самое световое, а здесь уже потемнее. Ой, темновато. Темновато. Вот так. Вот такой какой-то небольшой тон. Сюда можно положить. И он же ложится здесь. Всё делаем симметриями. То есть, вот, как бы, вот наш шарик. Мы вот так кладём тень. Так, что ещё? Можно усилить немножко носогубную складку. Но мы сейчас делаем конструктивно. Не забывайте. То есть, если вы будете делать какой-то портрет молодой девушки, у которой там всё мягенько, перепады тонкие, без глубоких теней, вы не акцентируйте внимание. Ни на складках, ни на морщинах. Иначе. То есть, это можно только у таких сильно выраженных людей. У кого это очень сильно выражено. Либо, если вы делаете конструктивный рисунок, и вам важно разобраться в форме, как мне сейчас. Так, ну и тут вот у нас у носа должны быть какие-то тени. Не совсем здесь. А то у меня уже грязная. Ну ладно. Так, и теперь поставим ещё акценты. В принципе, мы почти форму слепили. Здесь я подала полтон. Здесь тоже сразу же в поддержку. Подбородок я не буду трогать. Не хочу терять конструктивные линии. Так, чуть-чуть сделаем акценты на нижней губе. Вот здесь. Разгоню их немножко. Это слом формы. Разгоню их немножко. Слом формы горизонтальная, формы переходят в вертикальную форму. Всё. И поставим автограф. Форма губ и её окружение довольно сложная. Самое главное, что я вас прошу не делать, это не обводить губы по контуру. Старайтесь всё-таки нарисовать, какой-то слепить. Старайтесь слепить то, что губы окружает. Старайтесь почувствовать вот эту форму. Старайтесь выделить её объём. Не делать просто обводку губ. Сейчас я ещё акценты поставлю. Подумала тут пока. Вот здесь поставлю акцент. И вот здесь в губах сделаю тоже акценты. Так, немножко. На этом всё. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч!